и приводил к очень неприятным последствиям. Во время игры у вас внезапно отбиралось управление, и весь экран покрывала картинка с текстурой головы Джимена, которая, к слову, реально стрёмная. Ну это крипово. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Вандерноб, и это Айсберг Гаррис Мод. Факты, пасхалки, мифы, приколы, баги и приколы. Ладно, давайте смотреть, что же там за факты, пасхалки, мифы. Приветствую. Я думаю, многие из вас слышали про Гаррис Мод. О, я раньше в своё время много играл Гаррис Мод, но именно в режиме песочницы, по-моему, там создался механизм, это было прикольно. Те шикарные люди, которые следят за моими роликами, так или иначе с ним знакомы, так как эта игра неразрывно связана с моим каналом. По факту, это модификация Half-Life 2 в жанре песочница, которая позволяет вам делать очень много всего с движком данной игры под названием Су. Да, это прикольно. И сегодня мы буквально окунёмся в разные факты из этой игры. Сделаем мы это в формате Айсбергера. Привет, Айсбергер. Сначала будут очевидные и общеизвестные факты, но чем глубже, тем будет криповее и интереснее. Я знаю, что я не первый, кто так делает, но Гаррис для меня настолько родная тема, что я просто не могу не создать этот ролик. Надеюсь, вы запаслись вкусняхами и хорошим настроением, ведь мы начинаем наше погружение. Водичка подойдёт. А-а-а, вкусно. А пахнет як? Небо. На таких простых этажах я не буду затягивать, так что давайте быстро пробежимся по азам. Контент из Half-Life 2. Модификация основывается на второй халве, так что там достаточно контента из этой игры. Классические режимы. К ним относятся, конечно же, сандбокс, то бишь песочница. Ну а сандбокс-то классика. Двоеобразная мафия и Dark RP, который крайне популярный, но играть в это я не буду. Стандартный маф. Ну я играл в этот Hide and Seek. Вот Hide and Seek прикольно, кстати. Среди классических карт у нас есть всем знакомый и родной констракт и просторный Flatgrass. Сделаны они для разных ресурсов, построек и тестов движения. Я им знал плоский мир с Майнкрафта. Меню и составляющие. На кнопку Q открывается меню, где у вас есть пропы, рэгдоллы, неписи, машины, всякие. И ещё кучу всего. Ценная Симона была. Первая позволяет пользоваться инструментами, о существовании которых многие знают поверхностно и максимум спамят шариками. Физган... Не, я, кстати, шарик. Я занимался инструментами в основе своей. Это моё любимое дело было. Инструменты, создание механизмов, странных штук. Это прикольно было. Такие взрывчатки. Не знаю, мне нравилось. Это манипулятор с разными физическими объектами. В. Нажав на интернете, когда интернета не было, ох. Который позволяет летать и проходить сквозь текстуры. Пригодится он вам, скажу, не раз и не два. А вот почему именно В? Неизвестно. Аддоны. Это контент из мастерской. Его много. Очень много. Карты, модели, оружие. Чего-то... Да, поэтому, если ты играешь на неофициальной версии, всё очень печально. На самом деле, она стоит на распродажах рублей 5. Ну ладно, чуть больше, чем 5 рублей, но она очень дешёвая, ребят, на распродажах. Поэтому, если кто-то хочет гаррис мод, дождитесь распродажи и купите за копейки. Почему не могу говорить букву R? Распродажу. Вайр-мод. Вайр-мод это вообще шикарный мод. О, машинем миллиард. Поверхность Альцбурга, окей. Видите, замёрз парень. Жалко его. Подробнее про инструменты. Теперь серьёзно. Это очень полезные штуки. В принципе, если в режиме песочницы вы не просто ковыряете в носу, то без инструментов никуда. С помощью них строят, снимают, прокачивают геймплей. К тому же, они значительно повышают градус веселья. Неужели вы никогда не хотели, к примеру, полетать на унитазе? Какая-то текстура? Трастер вешаешь и вообще балдёшь. Не, там великолепно. Там очень много всяких ништяков. Особенно с вайр-модом и другими модами, которые добавляют новые инструменты. О, моё почтение. Если ты скачал какую-то стороннюю карту, то это не значит, что на ней будут все текстуры. Некоторые из них уже должны быть у тебя на компе. А если их нет, лови и перебь всю из... Например, с Counter-Strike или с других вещей. Да. Иначе ловишь эти квадраты. Как они меня раздражали. Или ещё надпись ERROR. Надпись ERROR. Что же делать? Покупай Counter-Strike Source. Контент других игр. Без контента из других игр Valve некоторые аддоны будут работать некорректно. О чём я уже говорил выше. Ну да. В принципе, тебе будет достаточно... У меня будет понадпись ERROR. Не. Конечно, ты можешь купить все игры на сурсе. Как раз познакомишься с классикой. Сохранение и дюпы. Почему бы и нет? Я на самом деле довольно поздно узнал о сохранениях. Ведь так сложно было покопаться в меню хотя бы 5 минут. Ты можешь сохранять всё, что натворил, и даже выложить это в воркшоп. Там же можно найти и разные интересные дюпы. Иногда они очень полезные. В ролике про 20 марта именно с их помощью я смог сделать простую анимацию бега. Краши от перегрузок. Это прикольно, кстати. Интересно. Если вы скачиваете 200 гигов аддонов, то не удивляйтесь, что у вас компьютер начал дымить. К тому же это далеко не самая оптимизированная игра. Очень далеко не самая. Да, она далеко не оптимизирована. Там если начудить, то может пригореть. Не у компьютера, по крайней мере, но у Горисмода может. Отец Григорий животные. По каким-то причинам данный персонаж второй халвы находится в категории животные. Почему? Я не знаю. Скорее всего, это просто шутка со стороны Гарри. Нет, он, конечно, я... Ну ладно. А он и... Вот в этом режиме лично я провёл не один десяток часов. По сути, ты просто отбиваешься от волн зомби. Блин, кстати, у меня есть стримический канал. Мацни, по ссылке в описании можете найти. Можешь как-то поиграть в Гарисмод, попробовать всякие режимы. Я, скорее, с Гарисмодом знаком больше как с песочницей и режимом Hide and Seek. Ещё парочку кто-то там ТТТ играл, да. Ну, очень мало. Поэтому мне было бы интересно разобраться. Вот, могли бы мне разобраться, было бы прикольно. Но весь геймплей строится вокруг тавер-дефенса. Зомби гораздо сильнее людей. И толпа из десяти зомби в замкнутом помещении может человек двадцать положить. Чтобы этого не случилось, люди должны баррикадироваться. У зомби очень много видов, а людей можно условно поделить на классы. Медики, ближний бой, строители и так далее. Условно, потому что никто не запрещает и лечить, и баррикады ставить. Так же и те, и те постепенно прокачиваются. Зомби открывают новые виды, а люди зарабатывают очки и закупаются более крутой снарягой. Когда в замесе участвуют около сотни человек, становится особо шикарно. А финалы большинства игр вызывают чистейшие эмоции. Творчество. Людей, которые делают... О, творчество в Гарисмоде, миллиард, столько великолепных роликов и прочего. ...шедевры в Гарисмоде очень много. Постеры. Ты просто смотришь на это, а потом на это и не понимаешь. Как это может быть одной игрой? Да, во многих работах фотошоп играет немалую роль, но в основе все равно Гарис. На некоторые из них, по мне, можно очень долго смотреть. Это просто великолепно. Это очень круто. Мелководье. Вот это он фликс на матрасе. Играрь присоединился. Есть в Гарисмоде два любопытных достижения. Для получения первого необходимо в текстовый чат ввести блок свитч. Оно очень простое, но есть только у 7% игроков. Второе уже посложнее. Секретная фраза, окей. Ну как посложнее. На данный момент оно возможно лишь в теории, а на практике иди нахрен. Чтобы получить данное достижение, нужно, чтобы к серверу, на котором вы играете, присоединился сам Гарри Ньюман, создатель игры. Ого. Посчитывая, что в последний раз он играл в свое творение в 2018-м, то получение данного достижения... До свидания. Нет, у вас нет шансов, у вас нет шансов. ...выражение становится крайне маловероятным. Секретные комнаты на стандартных мапах. Это обидно. А можно ли как-то он сейчас получить другим хитрым способом? Я думаю, можно как-то. Можно. Кто шарит, рассказывай. Очень просто попасть. Ну клипаемся в рандомную стену и вуаля, вы на месте. Поинтереснее будет комнатка, в которую можно попасть и так. Подходите сюда, приседаете, проходите и вот вы здесь. Ой, а про эту комнату я не знал. Про предыдущую знал, а про эту нет. Другие режимы. Прикольно. Да, режимов в Гаррисе очень много. Конечно, больше половины из них это всякие РП, но есть и куча всего другого. Не люблю РП-режимы, извините. Кинотеатр, кстати, шарю. Это очень прикольно, там ролики было все время смотреть. Сейчас смотрят все через Дискорд. Это удобнее, чем заходить в Гаррисмот, но еще логала иногда и не загружала. Это себе по душе. Ходьба. Вы знали, что в Гаррисе можно ходить, нажав на Alt? Я вот нет. Да и не уверен, что эта функция мне когда-нибудь понадобится. Это для РП, скорее всего. Волк не волк. Если он не волк, в лес. Опять ты, твою мать. Что? Подходите к NPC, нажимайте С, Боун Эдитор и... Еще один ночной кошмар вам обеспечит. Я в это не играл. Ё-моё, что это за... Режим пикпира. По сути, это просто догонялки. Только вот убегающие представляют собой каких-нибудь маленьких девочек. Или покемонов. Или доктора Кляйнера. Ну а догоняющий, соответственно, бир. Это, конечно, забавно, но оно именно немного... Странно и крипово, да. Классические машины. Это одна из тех вещей, благодаря которой я так полюбил Гаррис Мод. Старые аниматики. Как же их было много. И как их было приятно смотреть. Если вы никогда не обращали внимание на старые комедийные работы по данной игре... Вокруг этой игры атмосферу веселья, приключения и бесконечного творчества. Это круто, когда вокруг игры огромное творческое комьюнити. Но в принципе, учитывая, что Гаррис Мод это изначально про творчество... Это не мудрено. Но классно. Быхнуться. Не надо, не надо, одумайся. Под водой. Понятно. Не одумается. Первая версия Гаррис Мода. Готовьтесь, ребята. Сейчас мы воспользуемся машиной времени. Итак, добро пожаловать в 2004 год. А точнее, в последние дни декабря. Именно 24 числа появилась первая версия того самого Мода. Тут даже на карту можно зайти только через консоль. И то оно выдаст ошибку, если немного не пошаманить. Но на самом деле нам более интересна чуть более поздняя версия, которая вышла примерно через неделю. Туда Гарри впервые добавил констракт. Да, именно так и выглядел. Всё оружие из того. Только вот пистолеты стреляют манхаками и дронами. Револьвер что-то творит с камерой. Арбалет создаёт верёвки. А базука спавнит пропы. Артишки, арбузы и детей. Что? На самом деле, очень весело. Есть суперфизган и первая версия манипулятора. Немного срывая и странная. Можете заспаунить модельки или коробки. Можете прогуляться немного. Вот эти картинки, по моему предположению, в будущем должны были стать переходами на разные карты. Или типа того. Ну, вот и всё собственно. Более ранняя версия, о которой я говорил выше, имела всё то же самое, кроме манипулятора и констракта. Карты надо было брать и самой Half-Life 2. Зато можно зомби и кастрюлями закидать. Классно. Слушайте, ну это уже неплохо. Звучит хайпово. Пасхалки на Биг Сити. Вы когда-нибудь исследовали Биг Сити больше пяти минут? Если нет, то, наверное, стоило бы. Потому что данная карта скрывает немало секретиков. Там много пасхалок. Я пару пасхалок находил, но это было так давно, ребята. Это было так давно. В случае мы коснёмся нескольких жутковатых пасхалок. Первые две довольно схожи. Для их нахождения необходимо немного прогуляться и найти две двери. И если вы с ними соприкоснётесь, то произойдёт следующее. Я испугался. Совсем не страшно. Только вот спать сегодня я буду со светом. Для третьего секрета нам нужно попасть вот в этот дом. Что сложнее, чем кажется. Потому что, коснувшись его, ты мгновенно оказываешься на спавне. Идём в совсем другую часть карты, в какой-то стрёмный закоулок. И оказываемся в одной из квартир того самого дома. Кто-то явно играет с телепортацией. Ломаем кусок стены. Портал. А там гном, который издаёт истошные крики. Вороны. Поведение данных птиц довольно... А чё не показалось крики-то? Заспавнив их в одном месте, они всегда будут лететь в одну из нескольких точек, чтобы там постоять и попрыгать. Может, это какое-то послание? Может, они хотят нам что-то сказать? А может, они просто тупые? И не может. Скорее всего. Ни за кого не будет секретом, что Ambience на разных картах разный. На констракте будут приятные звуки природы. Да, констракт одна из самых любимых карт. Водичка есть. Всякие возвышенности. Этот бункер, который можно всякие штуки делать. Картам из раздела роллплей, то прогулка обещает быть не самой приятной. Ведь данный режим подразумевает, что играть вы будете в него с людьми. Поэтому, когда вы остаетесь с картой один на один, ощущается некий дискомфорт. В основном из-за звукового сопровождения. Для большинства мапок это либо звук ветра, либо звуки городской жизни где-то вдалеке, либо наше любимое Ambience City 17. Это всё неплохо так давит на вас, создавая ощущение, что на совсем пустой карте ты не один. Мясной и наблюдательный. Ну да, это будет странно. Говорят, что в самых тёмных уголках констракта обитает некое существо. Мало кто видел его вживую. И ещё меньше выживали после встречи с ним. Алгоритм его призыва так до конца и не ясен. Одни говорят, что нужно выполнить последовательность действий. Другие, что он сам... Ё-моё, как же его плющит. И имя этому чудовищу Мясной. И это полный бред. На самом деле, эта легенда, наряду с наблюдателем, уже... Это как с Херабрин. Это как с Херабрином, знаете, чисто приколбес. ...постали мемом и объектом для шуток. Хм? Что за... Это ещё кто? Ты чё там стоишь, чертила? Я тебя вижу. Ну ладно, ещё наблюдатель. Его легенда, как минимум, связана с тем же жутким Ambience. Но из-за того, что нынче это уже, так сказать, мейнстрим, я не смог запихнуть его глубже. А Мясной это вообще трешак. Наконец-то, серый. Ещё одна легенда, которая стала мемом, но в этот раз более интересная. Мечи, о которых я говорил вначале, спавнятся с рандомными цветами. И по слухам, если вы будете создавать мечи час, два, а может и все десять, то с небольшим шансом вам выпадет шарик серого цвета, за что вы получите секретное достижение. Это реально... Секретное достижение, которого нет за... Ха-ха-ха, тогда не, тогда неправда. Шарик, который не может заспавниться. Для начала, в Гаррисводе нет скрытых достижений. Это легко проверить. Уже посложнее проверить внутренние файлы игры и обнаружить, что шарик серым цветом заспавниться не может. Единственные способы его получить, это... Самому сделать. ...свет другого шарика. Либо пошаманить с кодом и получить возможность спавнить серые мячики. Легенда милая, и в неё гораздо легче поверить, чем в какого-нибудь мясного. Ну, легенда забавная, знаете, с чем занять идиота на 2 часа? Есть легенда, что иногда серый шарик через 2 часа заспавнится. Ты получишь ачивку, честно. Моника. Знаете, я думал, что эта проблема как-то связана с Гаррисмодом. Но, походу, это всё-таки у меня. Моды с правилом 34. Что? Да, в Гаррисе тоже есть. Ага, и такое бывает. И полуголыми анимешными девочками это дело не обходится. И я бы сказал, что это страшно. Но после R34 по Роблоксу... Мне уже ничего страшного. Что? РП по Второй мировой. Ладно. Твою мать, этот режим реально существует. Вы можете зайти на сервер и стать гордым носителем гражданства Германии. Можете пойти в полицию или в армию. Можете прогуляться по пустой улице Бермина. Такое есть. Можете даже зайти в Рейхстаг. Точнее, не можете. Потому что он закрыт для такой челяди, как вы. Можете прыгнуть в речку. Можете просто подождать. Не знаю. Когда придут советские войска, наконец. Можете даже просрать все свои деньги в казино. Нацистская символика и флаги прилагаются. Я... Я не знаю, почему была выбрана именно нацистская Германия времён Великой Отечественной войны. Я правда не знаю. То есть, понимаете, в Гаррисмоде действительно есть компоненте заинтересованных в этом людей, которые всё это создали. Слыхал я, что ещё существовал некий Аушвицер П. Но, к счастью, таких серверов нынче нет. Да и здесь играют исключительно олды. Понять можно по именам. Кто-то гражданин, а кто-то... Мда. Всё это... Надеюсь, скоро их совсем не останется. Коуф Вайрус. И такое бывает. Давно-давно. Ну это, на самом деле, я говорю, это очень великолепная игра. Тут есть всё. Тут есть всё. И иногда это... Ну это чаще хорошо. Мы же должны уметь фильтровать информацию. Пусть тут есть и плохое. Но кому мешает просто отфильтровать и находить только хорошее. Данный вирус поразил множество серверов Г-мода и стал громким локальным событием среди игроков. Суть его была в том, что он находил слабость в коде движка и мог автоматически и, что более страшно, незаметно устанавливаться на клиент или сервер. Любой, кто заходил в заражённую зону, заражался сам. Наоборот, тоже работало. Хорошо, что это было тогда. Потому что, когда у тебя в жизни карантин, как-то не очень хочется, чтобы он был и в игре. Так-то вирус не был каким-то разрушительным. Он просто спамил звуком кашля в игре, в чате и менял ник игрока на вот это вот. Когда Гарри быстренько пропатчил свою игру, он сказал, что с такой брешью в системе можно было наделать гораздо больше проблем. От чего можно предположить? Что хакер на самом деле пытался... Скорее всего, хакер реально пытался просто дать знать об этом вирусе. То есть, это добрый хакер. Таких много. На самом деле, очень много хакеров, которые работают на какие-то корпорации, ищут бреши и помогают, чтобы их закрывали. Или, например, официально делают какие-то вроде как неприятные вещи, но которые как бы не портят полностью кому-то там жизнь, да. А просто, например, добавляют кашель в игру. Неприятно, мешает, но в итоге это не взлом компьютера, да, там, не потеря ваших личных данных. Что не так страшно. Помочь разработчикам. Теперь-то дыра залатана. Но если тогда ее нашел кто-нибудь с более плохими умыслами... Даже думать не хочется. Джиммен вирус. Данный вирус, по слухам, мог попасть на ваш компьютер через очередной скачанный аддон и приводил к очень неприятным последствиям. Во время игры у вас внезапно отбиралось управление, и весь экран покрывала картинка с текстурой головы Джиммена, которая, к слову, реально стрёмная. Плюс ко всему, приятный и очень громкий звук бил вам по ушам. При попытке закрыть игру высвечивалось сообщение, мол, слишком поздно, добро пожаловать в ад. И ваш компьютер начинал открывать спам. И п*** сайты в огромных количествах, после чего вырубался от перегрузки. Звучит гораздо страшнее предыдущего вируса. Но бояться не стоит. Неприятный. Как и с большой вероятностью, это фейк. Никаких точных... Ну блин! Я-то думал, что реально такое существует. И на самом деле, это вполне возможно сделать подобное. Может, такое было, кто его знает. Наверное, не было. Наверное, не было. Это опять, знаете, как прямо снова. Но звучит стрёмно. Звучит стрёмно. Звучит стрёмно. А если бы такой вирус реально случился, шумиха была бы немаленькая. Удивительный факт. Но ты можешь пользоваться кинектом в гаррис моде. Как? Зачем? Прикольно. Кто это придумал, я не знаю. Но факт остаётся фактом. При наличии кинекта для Xbox 360 вы получаете возможность управлять рэгдоллами. Просто подключите, установите нужные драйвера, кликните пару кнопок и готово. А это, кстати, очень прикольно. Данная легенда, как и... Это, представляете, как прикольно? Это упрощает создание всяких роликов и прочего. Это, слушайте, это реально очень круто. ...которые были выше. Также стало объектом для шуток в интернете. Но, тем не менее, находится ниже в данном списке. Отличие лишь в том, что я считаю тени в воде гораздо более интересным слухом, у которого, к тому же, имеется хоть какое-то основание. Дело в том, что если на констракте возле берега убить достаточное количество NPC, то рано или поздно на воде начнут появляться тени, хотя тел будет не видно. Объясняется всё просто. Под берегом находится небольшое пространство, куда из-за бага игры может упасть один или несколько трупов. Далее они всплывают и оставляют свой силуэт на воде. По сути, слухи о том, что это души некогда убитых NPC, в каком-то смысле, правды. Возможно, спауна данного NPC вызывается только определённой командой, которая однозначно намекает нам на призрака из Steam Fortress 2. Но на практике является Джудит Мосман с определённым алгоритмом действий. Она немного ходит, потом садится, говорит... Затем встаёт, начинает паниковать, забивается в угол и цикл повторяется. Причина данного поведения – это проверка работоспособности ИИ у NPC, где подобное действие возможно. Необъяснённым является разве что название и некоторые слухи о багах, которые были у этого бота, когда он только появился. Говорили, что Мосман могла летать и проходить сквозь стены, а также иногда её невозможно было удалить. Говорят, а почему бы и нет? Ну, это звучит тоже криповенько. Что вы посетили город-призрак. Когда-то здесь кипела жизнь. Сотни людей ходили туда-сюда по своим делам. Ездили машины. В окнах горел свет. А теперь тут абсолютно пусто. Никого нет. Только вы и остатки былой цивилизации. Вот так вот. Примерно такие ощущения может вызвать прогулка по пустым серверам Гаррис Мода. По режимам, которые давно забыты и заброшены. По чудаковатым или не очень картам, на которых раньше играл не один десяток игроков. Сразу ощущаешь ноющую тоску у себя в груди. Ну, это реально грустненько. Особенно плохо тем людям, которые заходят на пустой сервер, на котором они когда-то сами играли. Как будто вернулся в родной дом. Ну, это вообще грустно. Не, ну это, я понимаю, это как с драконикой. У меня была моя любимейшая игра, драконика. Я очень ее любил. Это мой RPG в 2D стиле. Мне прям очень она нравилась. Я до сих пор считаю это одна из самых лучших игр, которые я играл. Именно из ММО-сегмента. Хотя она была своими местами туповатая, такая чибиковатая, но это неплохо для меня было. И потом ее закрыли. И появился пиратский сервер, да. И он такой пустой. Он такой пустой. Грустный. Я не могу в него играть из-за этого. Оу. Вот что бывает, когда опять просроченный, блин, кетчуп ешь. Темные воды. Это уже финалочка получается? Нет, еще не финалочка, еще пустота будет. Изредка от игроков поступают сообщения о странном поведении рэгдоллов, которые, напомню, являются обычными куклами. Сообщается, что при отсутствии прямого наблюдения модели передвигаются на небольшое расстояние, либо вообще исчезают. Мы относим данное явление к ошибке физики движка Сурс, но истинная причина до сих пор неизвестна. Видеоотчет является постановочным, и прямых доказательств данной аномалии не наблюдает. Ну это было бы стрёмно. Это прям как SCP какой-то. Хакеры в синглплеере. Данный феномен, по нашим предположениям, относится к очередному вирусу, дающий недоброжелателю контроль над клиентом игрока. Как только пользователь запускает одиночную игру, его перекидывает на удаленный сервер. Не понимая, что находится в сетевом режиме, он сталкивается с такими проблемами, как Ошибки из-за плохой работы удаленного сервера, полное отсутствие аддонов, наличие странных фигур вдалеке, возможно других игроков. Несколько людей сообщают об агрессивном поведении со стороны недоброжелателей, в том числе странные надписи в чате. После перезапуска клиента все проблемы исчезают, не оставляя никаких следов. Вышеописанная теория является неточной, так как людей, столкнувшихся с данным явлением, крайне мало. Поэтому точная причина наличия других игроков в синглплеере неизвестна. Ну это звезда крипового. Да, я видел на видеохостинге YouTube 4 декабря 2011 года и демонстрирую... Что этот голос сделал криповым? Капец, зачем ты такое делаешь? Вандерноп, ты шо это вообще? Сумачечий, берет, пугает меня. А шо, а спать никак, а? Мне спать-то надо будет. Крайне ярким примером работу инструмента слияния костей. Далее будет приведен фрагмент из данной записи. Ууу, какая крипота. Как говорилось выше, данное существо было создано с помощью слияния костей и наложения разных звуковых дорожек из игры Half-Life 2. Фу, это очень крипово. Да он там. Данная карта является одной из самых популярных среди игроков. О, музыка из Undertale, кстати. Смут. Благодаря необычной атмосфере, связанной с Эмбиенсом и гнетущей пустотой карты, пользователи начали распространять разные слухи и мифы о том, что в Даунтайл не обитает призрак. Связано это... Похоже, по крайней мере. ...серденым фактом о том, что создатель данной карты пропал, и те версии, которые существуют в Мастерской Стимы сейчас, являются перезаливами. Так или иначе, если на карте призрак или нет, она все еще остается довольно жуткой, что легко доказать, продемонстрировав запись небольшой прогулки по ней. Ну да, звуки машин криповые. Оу. Вот тут прям... Прям до мурашек. Ой, блин. Склимеров же не будет, надеюсь. Пожалуйста, пусть не будет склимеров. Пустота. О, это финалочка, ребята, это финалочка. О-о-о, ладно. Видите, он улыбается. Ты не один, это хорошо. Ты не один. В этой чертовой игре ты никогда не один. Все эти легенды про наблюдателя, хакеров и эмбинс, может и звучат как бред, но этот бред доносится от людей, которые просто не могут описать все то гнетущее чувство присутствия и постоянной слежки. И не обязательно, что это какой-то призрак, темная фигура вдалеке или агрессивно настроено нечто. Это может быть, что-то ничего, но ты чувствуешь это, чувствуешь, как оно давит на тебя. Что это? Этого не знаю ни я, ни кто-нибудь другой. И, скорее всего, никогда не узнаем. Но оно есть. Ты не один. Ты не один. Я с вами, ребят, я с вами. Все нормально. Вы не одни. Я с вами. Мы вместе. Мы вместе. Скимеров не будет? Лимб. Ага. И даровал он место, которое является не адом, не раем, не честилищем. И попадают вместо то души заблудшие. И не будет им страха. И не будет им голода. И не будет им боли. А далее все от боли их зависит. Да от близости к свету небесному. Как-то грибово. Как-то грибово. Как-то грибово. Грисмод позволяет попадать в иные реальности. Звучит странно. Звучит, как какое-то начало для аниме. Доступ запрещен. Последние два сегмента данного документа были сфабрикованы. Немедленно покиньте видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания. Бандит. Бандит. Ой, бандит. Бандюган. Блин, ну видео классно. На самом деле много интересных вещей. Много интересных фактов. Это круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь на канал Вандерноуп. Обязательно. Так, если нравится мой канал, можете на меня подписаться. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. А так что, всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Пау.